МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате ночной стрельбы ранения получили двое посетителей. Сейчас они в городской больнице. В целом, получили 11 человек. Все они на местах, жители Киевской, Харьковской и Луганской областей. В результате стрельбы ранения получили двое посетителей клуба. У них поранение ног. Вероятно, стрельбы начали конфликт между посетителем клуба. Выстрелы звучали этой ночью и в Днепре. Неизвестные открыли огонь в зале игровых автоматов. В помещение ворвались четверо мужчин. Они начали крушить все вокруг и хаотично стрелять. Преступники скрылись. Опознать их не удалось. По словам полицейских, все были в балаклавах. Пострадал один из посетителей. Его госпитализировали с пулевым ранением в спину. Стреляли и в столице. Произошло это вчера вечером. Два водителя у торгового центра не смогли договориться, кто поедет первым. О бой оказалось оружие. Началась пальба. В городе был объявлен план перехват. Но пока стрелявших так и не нашли. Остановить Россию и вернуть мир на Донбасс призвал президент Украины Петр Порошенко. Об этом он заявил во время встречи с воинами 79-й бригады Волновахи. Глава государства подчеркнул, что российская армия уйдет, когда на Донбасс придут миротворцы. И главным условием введения миссии ООН является перемирие в регионе. В то же время Порошенко призвал украинских военных не жалеть патронов в критических ситуациях. Во время рабочей поездки в Донецкую область президент также почтил память пассажеров автобуса, которые погибли в результате ракетного обстрела в январе 2015 года неподалеку от Волновахи. Провели переговоры с канцлером Немеччины Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, мы обратились к Путину и дотисли его, чтобы он подписал заяву про перемирие, которое должно происходить с 30 марта поточного года. И нам нужны миротворцы. Миротворцы, которые будут присутствовать на всей оккупированной территории, и результатом которого будет то, что российские войска пойдут назад до Росии. Будут миротворцы, и они соберут артиллерию, пушки, танки, минометы, системы залпового огня, всем, чем обстреливали, бать страждальную Донецкую землю назад до себя. Так обстреливал украинских защитников в Авдеевке и Павлополе. Потерь среди наших военных нет. Количество убитых в столкновениях в Израиле достигло 16 человек. Конфликт в районе Газа переходит в затяжную фазу. Хамас грозится продолжать протесты до тех пор, пока Иерусалим не станет палестинским. Все подробности расскажет Григорий Бадо. Григорий Бадо. Джихад Фарина, житель Газа, командир роты боевого крыла Исламского движения сопротивления. Израильская разведка с самого начала была убеждена, что многотысячный митинг является лишь декорацией для диверсионных акций Хамаса. На армейских видеозаписях, например, видно, как группа боевиков обстреливает израильские позиции от самого запора безопасности. Их уничтожили танковым снарядом. Кроме того, диверсанты, используя как прикрытие массовую демонстрацию, несколько раз пытались заложить взрывные устройства возле пограничных сооружений. Еще пример. Боевики Хамаса привели к забору на границе семилетнюю девочку, видимо, для того, чтобы она попала под слезоточивый газ, и это показали мировые телеканалы. Военнослужащие переместили ребенка в безопасное место, а пресс-служба Цахала опубликовала саркастическое напоминание Хамасу, что Коран разрешает участвовать в войнах только с 15 лет. Сейчас израильская армия готовится к новым беспорядкам, разворачивает заграждения на дополнительных участках границы. Григорий Баду, Алиса Неверовская. Подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер. Бывший каталонский лидер Карлос Пучдемон проведет пасхальные праздники за решеткой. Поддержать его в Германию приехало немало. Каталонцев привезли с собой и передачи. Правда, администрация тюрьмы не позволила отдать их заключенному. Елена Абрамович продолжит. Кто-то воспользовался авиарейсами, кто-то провел 17 часов за рулем. В Германию, в Ноймюнстер, поддержать в заключении Карлоса Пучдемона на Пасху приехали три десятка человек. Шоколадные яйца и другие сладости передать бывшему президенту не разрешили. Впрочем, не это было главной целью визита. Мы хотим, чтобы его отпустили, потому что это несправедливо. Нам нравится наш президент, мы хотим, чтобы он был с нами. Это касается и других политиков, которые находятся в тюрьме Испании. Мы хотим, чтобы их отпустили, ведь мы их избрали. Власти Германии должны вмешаться, потому что это вопрос демократии. Испании нельзя позволять действовать так, как сейчас. В пикете приняли участие и немцы. Представитель ультралевой организации принес символическую коробку с фотографией Пучдемона внутри. Эта коробка как символ человека в запертии. Это капитуляция человечества. Никого нельзя держать в изоляции. Ни людей, ни животных. Он полагается на поддержку со стороны, поэтому мы и хотим послать ему новые сообщения. Пикетом у тюрьмы активисты не ограничились. В воскресенье около 200 человек вышли на демонстрацию в Берлине, возле Броденбургских ворот. С тем же требованием освободить Пучдемона. Ранее немецкий суд решил, что бывший глава Каталонии останется в тюрьме, пока не будет принято решение о его возможной экстрадиции в Испании. Тем временем в Шетландии собрали рекордную сумму для экс-министра Каталонии Карлы Пансати. Ранее она добровольно сдалась полиции в Эдинбурге и ее отпустили под залог. Адвокат Пансати запустил онлайн-компанию, чтобы помочь подзащитной. И за 18 часов ему удалось собрать 200 тысяч фунтов. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Один человек погиб, четверо пострадали в результате аварии на карусели во Франции. Это произошло в городе Нивиль-Сюрсон на пасхальной ярмарке. Точные причины поломки пока неизвестны. По словам свидетелей, карусель развалилась на ходу. Некоторые очевидцы утверждают, 40-летний мужчина стоял неподалеку, и его смертельно ранил обломок конструкции. Другие говорят, погибший был на карусели. Среди пострадавших несколько детей угрозы их жизни нет. Аттракционы на ярмарке закрыли. Полиция начала расследование. Еврокомиссия готовит иски против пяти стран ЕС из-за загрязнения воздуха. Об этом сообщили немецкие СМИ. Иск в Европейский суд инициирует Еврокомиссар по вопросам окружающей среды. Оказалось, что Германия, Франция, Великобритания, Испания и Италия превысили нормы выбросов в атмосферу. Воздух в этих странах перенасыщен выхлопными газами. Если иск удовлетворят, нарушителям грозят значительные штрафы или запрет на въезд дизельных авто в центры городов. Проезд дорожает. И это не первоапрельская шутка. Неприятный сюрприз приготовили пассажирам маршруток, троллейбусов и метро сразу в нескольких городах. С сегодняшнего дня придется платить больше на одну гривню. Улучшится ли сервис? А ответ на этот вопрос искали журналисты подробностей. Не прошло и года после предыдущего подорожания проезда в маршрутках, как в Ривне перевозчики снова потребовали за свои услуги больше на одну гривну. Аргументы рост минимальной зарплаты и повышение цен на топливо и автозапчасти. Власти в поисках компромисса между интересами пассажиров и перевозчиков решили договориться. У многих перевозчиков вартость проезда за их розрахунками складала 6 гривен и больше. Мы переверили эти информационные материалы и сделали свой розрахунок. Высновок антимонопольного комитета, что вартость проезда в маршрутках города Ривне не должна перевищать 5 гривен. Улучшение комфорта пассажирам ждать не следует. Перевозчики утверждают, что цена в 5 гривен за билет достаточно для того, чтобы выжить. Если у кого-то есть иллюзия, что благодаря этому поднятю перевозчики покращают свое обслуживание, купят новейшие автобусы, еще что-то в этом нет, этого не отбудется. 5 гривен как раз покрыет эту надбавку до вартости пального и запчастей. Платить больше жители Ривны будут и в троллейбусах. 3 гривны вместо 2. А в Харькове проезд в троллейбусах и трамваях подорожал еще 29 марта. С 3 до 4 гривен за поездку. В метрополитене одна поездка теперь стоит 5 гривен. Аргументы у чиновников те же. Но вот активисты, прорвавшиеся на заседание исполкома, предлагают сначала провести аудит коммунальных предприятий. И выяснить откуда берутся убытки, которые потом пытаются компенсировать из карманов харьковчан. Но слушать критику чиновники не захотели и единогласно решили поднимать тарифы. В Ужгороде кроме повышения цен билета до 5 гривен, проезд станет платным для школьников. Им придется выложить 3 гривны. В мэрии говорят цену подняли по требованию перевозчиков. Из-за методики рассчитывания тарифов, в случае подвищения любого чиновника или складового тарифа, будь то заработная плата, паломный мастер, материал, шины, аккумуляторы, мы обязаны переглянуть тарифы. Подорожают проезды во Львове. В середине апреля и в трамваях, и в троллейбусах придется заплатить не 3, а 5 гривен. И это если покупать билет в специализированных киосках. У водителя он обойдется дороже. Впрочем, перевозчики даже такой тариф считают заниженным. После того, как возросла вартость на дизельное польное, мы не установили тариф, который бы мог быть. Мы подавали рассчитывания, и место согласилось, что тариф должен быть где-то в межах 6,50-6,80. Встановили тариф 5 гривен. Решение о подорожании во Львове еще должны утвердить городские власти. Юлия Косян, Снежана Сидорук, Марина Коваль, Светлана Шакера, Николай Василюк, Галина Якушко, подробности, телеканал Интер. С 1 апреля дорожает проезд и на железной дороге. Тариф вырастет на 1%. Стоимость будет колебаться в зависимости от сезона. Чем больше спрос на перевозки, тем выше цена. Летние перевозки станут одними из самых дорогих для пассажиров. Экологическая катастрофа в Черкасской области. Уже вторую неделю по улицам города Ватутина течет река из нечистот. Коммунальщики не смогли удержать стоки в забитом коллекторе. И теперь зловомные потоки заливают спальные районы. Все видели наши корреспонденты. Этот спальный район в местечке Ватутина мог бы с легкостью стать курортной зоной. Холмистая местность, водопад и даже некое подобие горной реки. Правда, здешние ароматы отдыхающих бы только отпугивали. Вот эта мутная субстанция, которая течет по улице, ничто иное, как канализационные стоки. Галина Сергеевна наблюдает, как зловонная река размывает улицу, на которой стоит ее дом. Пакеты, пластиковые бутылки и другой мусор канализационные стоки несут вниз по дороге. Женщина говорит, напор нечистот то утихает, то возобновляется. И так уже не первую неделю. Что, вы не слышите по запаху, что тут делается? Это же хорошо, что сейчас прохладно, только чуть-чуть плюс будет, тут не можно сидеть. В квартирах чути, этот запах? Ну, уже, может быть, недели-две до месяца уже идет. Но самое страшное, неочищенные стоки прямиком текут в реку Шполка. Местный житель Юрий Набанель показывает место, где кристально чистая вода смешивается с канализацией. В водоеме уже начался мор рыбы. Мужчина уверяет, удар по экологии колоссальный. Стоки сюда сбрасывает и в Атутино, и соседний райцентр Звенигородка. Это почти две тысячи кубометров в сутки. Чисто, нормально, отличная вода. Воно пляж, оно купается. А теперь воно все из шлюзов упадает в котлован. С котлована это трошечки кусочек чистой водички. А это уже вот эти хлопцы. Там воды меньше, чем муляки, вот эти ивридцы. Канава, оно летит без фильтров, без ничего летит. Для Атутина эта катастрофа словно дежавю. Весной прошлого года канализационные стоки вылились из забитого коллектора. Тогда на ремонт коммунальщикам понадобился почти месяц. В этот раз мэр города заверил, ситуация под контролем. Впрочем, встретиться с ним нам так и не удалось. Хорошо, все доброе. Директор местного водоканала лично контролирует ремонт. Уверяет, в выбросе стоков виноваты сами жители. Мол, люди сбрасывают в канализацию твердые отходы, а они забивают коллектор. Но проблемы большой не видит. Несколько дней горожане могли бы и потерпеть. Несколько дней затянется чистка коллектора коммунальщики не прогнозируют. Пока же тысячи кубометров нечистот продолжают оседать на дне единственной в Атутине реки. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Гонка для смелых. В Валевской области провели Кубок Украины по горному ралли. Боролись за него несколько десятков участников и не только из нашей страны, а скорости и выносливости. Наш корреспондент Галина Якушко. Ралли это всегда неизвестность. Ехать по дороге, которую ты никогда перед этим не видел, это вам не по треку кататься. Дэйв Голланд приехал из Великобритании, преодолел 3000 километров на своем автомобиле, 8 часов простоял на украинско-польской границе, рассказывает в молодости, был чемпионом по ралли, сегодня уже участие считает победой. Я не видел перед этим трек. У меня не было возможности посмотреть улицы до начала гонки, поэтому когда я выехал первый раз, все было хорошо, мне понравилось. Среди участников много молодых парней из Украины. Большинство из них мастера или кандидаты в мастера спорта по автогонкам, профессионалами себя не считают, скромничают. Задание для участников на время преодолеть 7 кругов по городу. Трасса для соревнований проходит через все центральные улицы Трусковца. Да, гонщики говорят, дорога очень скользкая, на узких улочках с крутыми поворотами большую скорость развить не удастся. Перед началом гонщики проводят ознакомительные заезды. Два лучших результата вносят в финальную таблицу. Лучшие из лучших пройдут во второй тур. Победитель выберут в селе Модрич, и там участники и будут соревноваться во втором туре. Маршрут проходит по горным спускам и дорогам. Галина Икушки, Юрий Голубенко, подробности телегонно Интер Львовской области. 3-2. С таким счетом Динамо победила. В Мариуполе одноименный футбольный клуб. Основная борьба разгорелась во втором тайме. Почти при заполненных трибунах Динамо вырвало победу. Матч прошел под лозунгом «Украина-Мариуполь, мы сильные вместе». Жители прифронтового города не скрывали своей радости от приезда Динамовского клуба. Это был долгожданный матч, которого ждали еще с прошлого года. На соревновании присутствовал президент Петр Порошенко и высшее командование вооруженных сил Украины. Еще раз демонстрирует возможность единения людей вокруг этого самого мирного оружия в мире, футбольного мяча. И сегодняшняя игра еще раз это продемонстрировала. На фоне событий, происходящих в нашей стране, трагических событий, гимнут люди. Сегодня невозможно играть в футбол в многих традиционно сильных центрах нашей страны, в частности в Луганске, в Донецке. Очень хотелось бы, чтобы в ближайшее время футбол вернулся на Донбасс-арену, в Луганск. Футбол не должен быть политизирован. Футбол должен играть свою гуманитарную миссию. Миссию объединения людей, миссию связанную с оптимизмом, как я сказал. Миссию счастья. Безопасность является главным критерием определения того, где мы играем, какие риски это несет для болельщиков, для команд играющих. Поэтому в свете последних событий, мне кажется, что сегодняшний матч, проходящий при почти полных трибунах, при том, что делегация наша сегодня была и в Волновахе, была в школе отреставрированной, была на блокпосту в Волновахе. Это свидетельство того, что рано или поздно жизнь в стране наладится. А в Киевском дворце спорта заканчивается международный турнир по спортивной гимнастике. Бороться и побеждать приехали участники из 17 стран мира. Организатор, олимпийская чемпионка Стелла Захарова уверяет, такой аншлаг впервые за 16 лет. Продолжат наши корреспонденты. Страшно интересно. В столичном дворце спорта аншлаг. Здесь проходит международный турнир по спортивной гимнастике. Соревноваться приехали спортсмены из 17 стран. Всего около 200 человек. Болельщиков еще больше. Среди них певец Павел Зибров. Среди восходящих звезд сборная Беларуси. Для девчонок это первый визит в Украину. Говорят, готовились долго и тщательно. Турнир, кстати, проводят уже 16 раз. А все благодаря главному организатору, олимпийской чемпионке Стелле Захаровой. Идея началась совершенно с фронта. И никто даже не думал, не предполагал. И я в том числе не верила, что может перерасти в такое глобальное мероприятие, честно говорю. И мы когда начинали первый год с дворца спорта, вот здесь вот этот занавес мы шили своими руками. Я дома. Но денег на проведение подобных мероприятий по-прежнему не хватает. Государство неохотно финансирует спортивные мероприятия. Поэтому приходится искать меценатов и спонсоров. Сегодня есть определенная проблема с тем, что в Украине нет законов о меценатстве, поэтому залучать деньги коммерческих предприятий, конечно, сложно. Хоть и своими силами, тем не менее, абсолютно удачно. Ведь с каждым годом количество стран-участников растет. Нам очень важно проводить какие-то турниры в Украине. Почему? Потому что это имидж нашей страны. И приятно, что в этом году каких-то участников значительно больше, чем в прошлом году. Люди приезжают до нашей страны. Они видят, что в принципе у нас гостиность на высоком уровне. У нас уровень спортсменов еще отвечает международному уровню. Поддержка необходима. По словам организаторов, для ребят это не просто очередной турнир с ценными призами, а настоящая подготовка к будущим Олимпийским играм. Константин Редин, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. Тысячи людей на улицах, шутки, розыгрыши и народные гуляния. В Одессе прошел традиционный праздник смеха Юморина. Чем запомнится 1 апреля в этом году? Подробности от Андрея Анастасова. В центре Одессы выстраивается колонна шутников. Школы, вузы, предприятия и творческие коллективы. Все они принимают участие в карнавальном шествии. Это центральная часть Юморины. Артисты должны выглядеть ярко, но главное – хорошее настроение и делиться им с окружающими. Это есть Одесса. Одесса всегда очень сильно и смеется, и шутит. И любой, кто тут живет, вам станцует и споет, и расскажет анекдот. Для участия в Юморине многие специально приехали из других городов. Вот, например, группа молодежи из Киева. Сложный грим, разноцветные волосы и причудливые костюмы. Это косплееры, люди, которые воссоздают образы известных персонажей из кино и анимаций. При этом мы принимаем не просто их внешний образ, мы стараемся копировать поведение, мы стараемся копировать повадки и привычки. Это образ гаечки из старого известного мультика «Чип и Дейл спешат на помощь». Девиз праздника в этом году «Одесса для всех, все для Одессы». Так обыгрывается многонациональность региона. Греки, грузины, евреи, молдаване, пританцовывая, шутя и фотографируясь с прохожими, артисты идут колонной по Дерибасовской. Замыкают шествие участники международного фестиваля клоунов «Комедиада». Это самая шумная и веселая часть парада. Аплодисменты! Ура! Комедиада, ура! У Приморского бульвара карнавал завершился. Здесь праздничная программа продолжилась уже на сцене, концертными выступлениями и юмористическими шоу. По традиции народные гуляния завершатся поздно вечером. Пока народ смеется, пока Украина смеется, у нас здоровая страна, у нас самая лучшая страна в мире. Вот сейчас больше всего я смеюсь, когда ко мне подходят и говорят «Спасибо вам за наше счастливое детство!» И мне хочется кричать «Спасибо нам за ваше счастливое детство!» История празднования юморины уходит в 70-е годы прошлого века. Фестиваль смеха придумала группа одесситов. Это стало своеобразным ответом на то, что советские власти закрыли передачу КВН на телевидении. Но юморина стала такой популярной среди людей, что чиновникам спешно пришлось закрыть и ее. Только в конце 80-х праздник возродился. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности – телеканал «Интер» Одесса. Украинскому поэту Вадиму Крищенко 83. Его сегодня поздравляли коллеги, певцы и народные депутаты. Не обошлось без сюрприза. Организаторы праздника провели флешмоб. Песня «Одна-едина», которую написал поэт, прозвучало в абсолютно новом исполнении. Зустріч с друзьями, спілкувание, звучание песни – все это прекрасно. Сегодня такой незвичный день. Вербная неделя, так что как-то сперпала. Сегодня мы будем и спевать, и молиться. Проект, телевизионный проект, мистецкий проект, письменный проект, который называется «Одна-едина». Ведомая песня «Одна-едина», которую выполнил знаний наш співак Иво Бобул, раптом оживает по-новому. До ней долучились 10 хор, не меньше, чем 100 детей. Без уваги до культуры, без поддержки культуры Украина не имеет будущего, потому что не можно воювати за что-то эфемерное. Мы должны поддерживать и развивать культуру. Назвичайно важно, чтобы государство не забывало про то, что культура, духовность, украинская мова, украинские слова – это тот фундамент, на котором будет независимая государство. Как отпраздновали верное воскресенье в Иерусалиме, стоит ли опасаться завтрашнего падения китайской космической станции и почему Африка может раскалываться надвое. Об этом мы не только в нашем обзоре. Христиане восточного обряда отпраздновали вербное воскресенье вместе с латинским патриархом Иерусалима, Пьер Батистом Пиццабалой. Сотни паломников посетили церковную месу в храме гроба Господнего в Старом Городе. Именно здесь, по мнению верующих, захоронили тело Иисуса Христа после распятия. Посетила церковь и монаршая семья Великобритании. Королева Елизавета приехала на богослужение в Часовне Святого Георгия, которая расположена в замке Виндзор. На мероприятии также принял участие принц Вильям и его жена Кейт Миддлтон. Служба проходила в той же церкви, где принц Гарри и Меган Маркл планируют обвенчаться в мае. Привет из космоса! Китайская космическая станция Тянгун-1 уже 2 апреля войдет в атмосферу Земли. Европейское космическое агентство сообщило, станция начнет разрушаться на высоте 150 километров, и ее большая часть сгорит. Некоторые элементы Тянгун-1 все же выдержат нагрузку и долетят до земли, однако вероятность того, что обломки упадут на территорию какой-либо страны, крайне мала. Пять человек погибли в результате схождения лавины в Швейцарии. Трагедия произошла в горах возле небольшого населенного пункта Фишерталь в регионе Гомс. На поиски погибших лыжников отправили спасательный вертолет. Всем туристам рекомендуют быть аккуратными из-за высокого риска повторного схождения лавины. В Кембриджской церкви Святой Марии прошла церемония прощания со Стивеном Хокингом. На площади собрались более ста человек, чтобы провести последний путь всемирно известного физика, который умер 14 марта. Люди, пришедшие проститься с великим ученым, проводили его долгими аплодисментами, а колокол пробил 76 ударов по разу на каждый год жизни Хокинга. Трещит по швам. В Африке появились массивные трещины. Многокилометровый разлом, сопровождавшийся сейсмической активностью, образовался на территории Кении, разрушив часть шоссе Найроби-Нарак. Ученые не исключают, что такие трещины могут расколоть континент на две части в течение десятков миллионов лет. Редкое явление можно было наблюдать после извержения вулкана Килауэа на острове Гавайи. Из-за интенсивных осадков поток пепла и дыма поднялся в воздух, образовав длинные колонны оранжевого цвета. Большинство туристов не упустили возможность полюбоваться чудом природы из самолета и запечатлеть колонны на память. На обложку популярного британского журнала Vogue впервые попала девушка в хиджабе. Ею стало 20-летие Халима Аден из Кении, исповедующая ислам. Пользователи соцсетей выразили восторг по поводу майской обложки издания. И за день публикация набрала почти 30 тысяч лайков. Это все новости к этому часу за развитием событий. Следите на нашем сайте подробностей. А в прямом эфире увидимся уже завтра. И желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова